МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через несколько минут в эфир выйдет программа «Военная тайна». Сегодня в программе. До полосы не дотянули. Слава богу, бог отвел беду, можно сказать, большую, страшную беду. Почему Ту-204 летают то без топлива, то без автопилота? Выжить и победить. По сути, до себя. Неизвестные страницы чеченской войны. Станет ли сказка былью? Человек может бежать и по битым кирпичам, и по россыпи камней. Наша армия примеряет сапоги-скороходы. В русской революции обнаружился японский след. Ленин сразу получает 50 тысяч йен. За что резидент японской разведки полковник Акаси получил правительственную награду? Десять выстрелов в секунду. Пистолет из пластмассы, который пробивает даже броню. Полицейские единоборства. Юрий Кормушин об особенностях борьбы на улицах и в подъездах. Встретимся после рекламы. В студии Игорь Прокопенко. Здравствуйте. Очередная авиакатастрофа произошла на прошлой неделе в Москве, когда заходящий на посадку Ту-204 сел, не долетев до полосы километр. К счастью, все пилоты остались живы, а пассажиров на борту не было вовсе. Однако эта авария даже сейчас, на этапе предварительного следствия, вскрыла такие подробности невидимой простому пассажиру жизни нашей гражданской авиации, что становится как-то не по себе. Чего стоит только один факт. Полгода назад этот же самолет был вынужден садиться с выключенными двигателями по причине того, что у пассажирского лайнера в воздухе просто кончилось горючее. А в этот раз они летели вообще без автопилота. Подробности в репортаже Артема Калышницы. Эти кадры были сняты очевидцем падения самолета Ту-204. Авиалайнер заходил на посадку в подмосковном аэропорту Домодедово. Но до взлетно-посадочной полосы не долетел. Первые спасатели уверены, экипажу чудом удалось спастись. Во многом потому, что удалось сразу же выключить двигатели. Но даже несмотря на эти меры, трое из восьми членов экипажа в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу. Что же стало причиной гибели самолета? Ошибка пилотов или неисправность? Некоторые эксперты считают, самолет Ту-204 упал из-за технических неполадок. Ведь у российского авиалайнера уже были явные проблемы. Вылетев днем ранее из Москвы в Хургаду, экипаж был вынужден вернуться и посадить самолет в Домодедово. Причина – задымление в кабине. Однако спустя несколько часов неполадки якобы устранили и пассажирам предложили продолжить полет. Многие отказались. И полупустой самолет все-таки долетел до Египта. Однако авария произошла на обратном пути. Вот теперь я ставлю вопрос. А если там сидели бы те же люди, которые летели туда, столько же людей обратную сторону с отдыха летели? Что было бы? Сегодня, слава Богу, Бог отвел беду, можно сказать, большую, страшную беду. Но эта беда – напоминание, что может случиться. Некоторые эксперты уверены, в недавней аварии нельзя исключать и человеческий фактор. Ведь в России авиакатастрофы чаще всего случаются по вине экипажа. 14 сентября 2008 года. Пермь. В 5 часов утра по местному времени разбился самолет рейса 821. Все, кто был на борту, погибли. Юрий Тарасов в этой катастрофе потерял всю семью. Жену, дочь, зятя и двух внуков. Я, на самом деле, когда все это произошло, то есть вот ровно с того момента, когда я увидел списки, увидел фамилии своих близких, я, как бы, вот для меня это было все. То есть это как пелена вот там упала. И в дальнейшие 7 дней они воспринимались, ну, как вот есть такой фильм «День сурка». То есть вот ничего не... То есть это были перерывы на сон. Причем для того, чтобы заснуть, нужно было хорошо выпить. Было реально плохо. Поначалу ходило немало слухов о причине страшной катастрофы. Техническая неисправность или человеческий фактор. Высказывалось даже мнение о том, что на борту произошел теракт. Однако правда всплыла спустя несколько дней, когда в интернете появилась запись переговоров пилота с диспетчером. Из нее стало понятно. Пилот находился в состоянии алкогольного опьянения. Садовый заход. 8, 2, 1. Курс 360. Снижайте 600. Рассчитывайте повторный заход. Курс 360. Снижайте 600. Рассчитывайте повторный заход. 8, 2, 1. 8, 2, 1. У вас все нормально в экипаже? Рассчитывайте повторный заход. 8, 2, 1. Понял. Тогда строго выполняйте команды и рассчитывайте викторию до четвертого разворота. Правый разворот на курс 360. Снижайте 600. Технические неисправности – это вторая распространенная причина авиакатастроф в России. Так, летом 2006 года у самолета марки «Аэробус», совершавшего рейс Москва-Иркутск, во время посадки отказал реверс. Из-за этого самолет развернуло, и он на полном ходу влетел в гаражи. Из-за повреждения двигателей вспыхнул пожар. В огне погибло 124 человека. Чуть позже выяснилось, что самолет уже давно летал с неисправным реверсом. Только на это никто не обращал внимания. Вот как раз ровно это и случилось в Иркутске. Самолет вылетел с неисправным реверсом одного двигателя. Притом это записано официально. Я считаю такое явление недопустимым. А этот самолет, конкретный А-310, который погиб в Иркутске, выполнял не один рейс, только с одним работающим реверсом. Вот такие у нас к стыду имеются безобразия в нашем российском авиационном транспорте. И в небе, и на земле. Многие аналитики считают, техническая неисправность – это лишь следствие главной причины авиакатастроф – халатности людей. Ни разу такого не было. Отказ авиационной техники приводило к катастрофе. Все это происходит с помощью людей. Или наземного экипажа, или технического обслуживания, или аэродиспетчера, или летного экипажа. Эти же эксперты уверены – все дело в огромном количестве частных авиакомпаний в нашей стране. К слову сказать, в России их более двухсот. Для сравнения, в Германии – всего тринадцать. В поисках прибыли эти авиакомпании начинают экономить на всем – на топливе, на повышении квалификации экипажей самолетов, на ремонте авиалайнеров. Именно поэтому и возникают авиакатастрофы. Самый большой вопрос. Именно состоит в этом маленькие авиакомпании, в которых в распоряжении находятся два-три самолета, экономят из последних сил. Президенту авиакомпании надо строить дачу, заместителям надо деньги и так далее. Страдать от этого, именно от этого, страдает эксплуатирующий состав, эксплуатационщики. Это и техники, и механики, и летный экипаж. Вот большинство от этих страдает. И при этом получают, летный экипаж, бонусы за счет экономии топлива и так далее. Могла ли халатность авиакомпании стать причиной недавнего падения Ту-204? Эксперты уверены, вполне. Эта компания, по мнению аналитиков, скорее всего, просто решила сэкономить средства и не выделила другой самолет на смену неисправному. А может быть и специально создала ситуацию, чтобы авиалайнер разбился. Ни одна авиакомпания убытки от того, что самолет упал, не находится. Самолеты застрахованы. Чем старее самолет, он падает, тем лучше авиакомпания. Они получают страховку и списывают самолет. Не надо его разделывать, его не надо сдавать металлолом, его не надо оплачивать и так далее. Все. Нет самолета, нет проблем. А людям за это время не выплачивает ничего, только судятся и мучаются. И все-таки, чем бы не завершилось расследование этой истории, я хочу выразить восхищение мужеством пилотов. Вряд ли на это потом обратят внимание, но после совершения аварийной посадки, получив тяжелейшие травмы, пилоты, рискуя жизнью, остались на борту, чтобы обесточить самолет и выключить двигатели. Только потом они начали эвакуацию. Если бы пилоты этого не сделали, самолет бы просто взорвался. Однако к другой теме. Поводов для героизма в нашей стране, к сожалению, более чем достаточно. И сейчас мы отправимся на 10 лет назад в Чечню. Я абсолютно убежден, что в то время, именно там, сражаясь с боевиками и наемниками, наши солдаты и офицеры отстаивали ни много ни мало целостность России в прямом смысле этого слова. Давайте посмотрим один из неизвестных эпизодов этой войны. 1999 год. Российская армия с трудом продвигается по территории Чечни. За три недели кампании федеральным войскам так и не удалось вытеснить боевиков из стратегически важных районов. Утро 13 октября для старшего лейтенанта Виталия Заврайского начинается как обычно. На этот день запланирована широкомасштабная наступательная операция, чтобы переломить ход боевых действий. 13 октября утром, когда проснулся, ну, как обычно, умылись, а у самого чувство, что-то душу дает такое. Ну, состояние, как будто, вот, как в школе перед экзаменом. Чтобы начать наступление, российским войскам необходимо отбить у боевиков 4 высоты. После этого, опираясь на занятые позиции, они смогут продвинуться вперед. В 9 утра командир роты Виталий Заврайский получает приказ выдвинуться с отрядом солдат и занять 3 высоты. С ним он должен обеспечить прикрытие роти пехотинцев, которое оттеснит боевиков с 4 высоты. Она-то и является целью всей наступательной операции. На ней находится ретранслятор, через который ваххабиты держат связь со всей равнинной частью Чечни и Кадорским ущельем в Грузии. С его помощью боевики смогут подтянуть резервы и организовать контрнаступление. Получилось так. Мы вот эту высоту заняли, заняли. И где-то вот отсюда, отсюда, грубо говоря, выехала Нива-то боевиков. Здесь шла колонна наших главных сил. Вот здесь уже она прошла, вот здесь где-то. То есть два танка впереди. Два танка. Этот танк с навесным оборудованием был. Понятно. И они делают пуск-тур как раз по первому танку. И по второму танку пускают птур. Погибают экипажи обоих танков. Старший лейтенант Виталий Заврайский принимает решение. Не дожидаясь подхода подкрепления, своими силами взять главную, четвертую высоту. И это при том, что боевиков примерно вдвое больше. На такой отчаянный поступок Виталий Заврайский решается, потому что колонна основных сил еще очень далеко. Если упустить время, боевики успеют окопаться, и тогда выбить их с занятого участка будет практически невозможно. Через нас должна была следующая рота наращивать усилия и брать как раз ту высоту, где сидели боевики. Но по сути мы напросились, чтобы не терять времени, потому что время было бы упущено, они бы закрепились бы на той высоте, где у них было подготовлено, по сути, форт-оборудование высоты. На стратегической высоте хорошо укрепленная база боевиков с огромным запасом оружия, снарядов и взрывчатки. Но сейчас боевики покинули свой форт и ведут огонь по тем частям российских войск, которые оказались впереди. Перрористы рассчитывают отстрелять несколько магазинов и уйти обратно. По их плану, времени, чтобы закрепиться, хватит. Когда боевики начинают отступать, Виталий Заврайский дает команду атаковать. Необходим невиданный по скорости марш-бросок. С этим заданием справляются всего лишь семь человек, а против них около полусотни боевиков. И они расположены на более выгодном участке боевых действий. Где-то вот здесь перед высотой уже по мне открыли огонь непосредственно с опорного пункта боевики. Вот справа фланга вот здесь где-то как раз было четыре человека, то есть командир извода и здесь два контрактника. Я был здесь непосредственно, то есть по центру как командир. Когда открыли, пришлось вместиться вот здесь вдоль дороги как раз высокая трава была. Виталий отстреливается лежа в траве. Он может попросить помощь артиллерии, но боевики выработали тактику, которая спасает их от обстрела с воздуха. Они прячутся в своих траншеях, сделанных так, что бомбардировка их достать не может. А когда после артобстрела российские солдаты начинают наступление, террористы выскакивают из укрытия и почти в упор расстреливают наших солдат. Виталий понимает, здесь нужна хитрость. Он решается вызвать огонь российской артиллерии, но не ждать, когда обстрел прекратится, а рискуя жизнью продолжить наступление. И он отдает команду. Вот в район Бочек через 5 минут, говорю, перенос вперед. А до тебя далеко? Я говорю, да нет. Говорю, близко, говорю, метров 200. Ну, у артиллериста просто 200 метров – это радиус поражения сплошного осколка. То есть, по сути, до себя огонь вызвал. Такого натиска от российских солдат боевики явно не ожидали. Они решили отступать и начали покидать свои укрытия. Но бойцам взвода Виталия Заврайского удается их уничтожить. Естественно, они начали отходить, бросать свои позиции. Нарытые тут были. И вот здесь где-то уже, до рентранслятора, тут участок был короткий, 6 человек было обнаружено. Кроме трупов, солдаты находят на высоте специальный пульт управления. С него боевики планировали взорвать колонну российской боевой техники. На дороге, по которой должны были пройти наши танки и БТРы, было заложено около десятка управляемых фугасов. Решение Виталия Заврайского взять высоту, не дожидаясь подкрепления, спасло десятки жизней. Однако захватить стратегический участок – это еще не все. Его нужно удержать. Всемером против почти сотни боевиков. Когда мы уже вот здесь заняли оборону, то есть мы вот так перешли к обороне, часть сил и средств у меня вперед уже вот здесь заняла. Причем это здесь я рисую знаками тактическими, но это масштабность не несет. Занять оборону, в моем понятии тогда было, два-три человека направление держат за свое направление, чтобы у нас эту высотку не отбили. Потому что по ихним законам до захода солнца необходимо всех убитых похоронить. Боевики не прекращают попыток выбить российских солдат с высоты. Только к четырем часам дня при поддержке авиации террористы были уничтожены. Вот она, та самая высота. Ее фотография до сих пор хранится у Виталия Заврайского. А подвиг старшего лейтенанта позже оценили на самом высоком уровне. Остается только добавить, что чуть позже Виталий Заврайский за свой подвиг получил золотую звезду героя. Тогдашний премьер Владимир Путин, пообещав мочить боевиков в сортире, легко выиграл президентские выборы. А сегодняшний грозный, отстроенный заново, блещет вечерними огнями. Хотя вряд ли это должно убаюкивать политиков, которые всерьез думают, что битва за Кавказ окончена. Сейчас мы уйдем на рекламу. Может ли спецназовец в полной боевой выкладке совершить марш-бросок со скоростью 40 км в час? Ответ – может. Если только на нем будут сапоги-скороходы. Это не шутка. Действительно, еще в начале 80-х годов для нужд спецназа была разработана специальная обувь на бензиновом ходу. Давайте посмотрим эту сказку, ставшую быми. Это уникальная разработка Уфимского авиационного института. Называется «мото-скороходы» или, проще, «сапоги-скороходы». С помощью них любой человек способен передвигаться со скоростью до 40 км в час. К примеру, с такой же скоростью движется велосипедист. Вот только вес этих двух передвижных устройств совершенно несоизмерим. Масса велосипеда – до 15 кг. А скороходов – всего два. Весь секрет такой высокой эффективности сапог-скороходов в том, что они оснащены двумя двигателями внутреннего сгорания, такими же, как в автомобилях или мотоциклах. Мото-скороходы содержат двигатель, в котором имеется цилиндр, внутри поршень, шток поршня, система зажигания, здесь вот есть калильная свеча, топливный бак, карбюратор, выхлопная система, ручка управления, иглой карбюратора. Сапоги-скороходы работают на бензине любой марки. Расход двигателя меньше литра на 100 км. А это значит, что для обычного 10-километрового армейского марш-броска потребуется всего лишь одна дозаправка. На 100-километровый поход для роты солдат, а это около 100 человек, нужно всего две канистры бензина. Устройство содержит два бензобака на левом двигателе или на правом. И в каждый бензобак входит 80 мл. Этого хватит километров примерно для 10. А дозаправку тут уже фляжку на пояс и вперед. Для того, чтобы завести оба двигателя в сапогах-скороходах, требуются считанные секунды. Нужно сделать всего лишь несколько шагов. За счет сжигаемого внутри цилиндров топлива поршень будет выталкивать ногу. По ощущениям, это будет похоже, как будто человека не сильно подбрасывает вверх. Благодаря этому, во время активного бега человек затрачивает столько же сил, сколько и при обычной ходьбе. Скорость будет зависеть от тренированности человека. Сапоги-скороходы, мотоскороходы, они добавляют немного к его скорости. Плюс экономят энергию при беге. То есть человек сможет пробежать дольше. А значит, преодолеть многокилометровые расстояния за крайне короткое время даже для нетренированного человека не составит труда. На этих кадрах вы видите эксперимент, который был поставлен разработчиками сапог-скороходов. В беге соревнуются два человека. Один в сапогах-скороходах, другой без них. Ни тот, ни другой никогда не занимались бегом серьезно. Обратите внимание, стартуют они с одинаковой скоростью. Но с каждым метром человек в сапогах-скороходах все больше и больше отрывается от своего противника. Этот эксперимент доказал. Преимущества мотоскороходов очевидны. Следующее устройство оказалось еще более современным и легким, которое позволило уже... Я, в частности, участвовал в испытаниях этого устройства, будучи студентом. И при беге у меня шаги достигали трехметровой длины. Но главное, что за счет сбалансированной массы в сапогах-скороходах можно передвигаться по любой поверхности. Человек может бежать и по битым кирпичам, и по россыпи камней, и по наклонной поверхности, не боясь подвернуть ногу. Преодоление препятствий типа сопки, горы. Потому что, в принципе, в них можно бежать в гору. Не только по ровной местности. И поскольку это не колесное транспортное средство, а не колейное, то есть в них нет колеи, не требуется колея, то есть можно перепрыгивать препятствия, перемещаться и в лесу, и между стволами деревьев. И поскольку это обычный бег, фактически это обычный бег, где мышцы меньше работают, а работает двигатель. Разработки сапог-скороходов начались в 80-х годах. Идея их использования состояла в том, чтобы создать бесшумное средство перемещения для подразделений специального назначения. Причем мощность мотоскороходов рассчитывалась так, чтобы военный смог передвигаться как с грузом, так и налегке. Для разной массы людей необходимы разные мотоскороходы. То есть в свое время мы разработали 4 модификации для маленькой массы человека и для большой массы. Соответственно, целый ряд таких устройств. Там где-то от 100 килограммов до 30-40 килограммов. Чтобы могли и дети на них бегать, и солдаты в полной амуниции, как говорится. И люди хорошей комплекции. На себе тащить дополнительный груз, но эксперименты покажут, что 20-30 килограмм можно на себе еще дополнительно нести. Был даже разработан обучающий курс пользования сапогами-скороходами. Его продолжительность была всего один час. Одна тренировка. Однако российское военное ведомство, вначале поддержав уфимских изобретателей, спустя несколько лет почему-то отказалось от этого проекта. Видимо, российской армии будущего не потребуются универсальные средства передвижения. Остается только добавить, что сапоги-скороходы не единственное чудо военной мысли, прототип которой можно найти в русских народных сказках. Например, особую актуальность сегодня приобретает вопрос создания шапки-невидимки. С успехами наших физиков, которые учатся делать военные объекты невидимыми, мы познакомим вас в следующей программе. А сейчас двинемся дальше. Кто организовал Кровавое воскресенье 1905 года? Многие сегодня скажут, Поп Гапон был такой персонаж. Или царская охранка. Или, наконец, большевики. Между тем, был, оказывается, еще один персонаж, который сегодня вполне претендует на роль главного героя в этой кровавой истории. Материалы, которые оказались в нашем распоряжении, свидетельствуют о том, что истинным организатором Кровавого воскресенья является резидент японской разведки полковник Акаси. И вот об этой сенсационной версии мы сейчас поговорим подробнее. 9 января 1905 года. Со всех окраин Санкт-Петербурга к центру города стягиваются толпы рабочих. Все они направляются к Зимнему дворцу, чтобы передать петицию императору Николаю II. В ней требование прекратить русско-японскую войну и созвать учредительное собрание. Император в это время вместе с семьей находится в царском селе. И демонстранты требуют, чтобы он приехал и выслушал их требования. Выставленные кордоны жандармов пытаются успокоить толпу. Неожиданно раздаются первые выстрелы. Это провокаторы из числа демонстрантов. Жандармы открывают ответный огонь. Появляются первые раненые и убитые. Среди них женщины, дети и старики. Толпа начинает разбегаться. В этой суматохе никто не замечает, как появляются провокационные листовки. Кровавый царь, убийца детей и женщин. Или тысячи жертв, расстрелянных во время мирной демонстрации. Вот плата народа за самодержавие. Лишь спустя десятки лет выяснится. Сценарий этой кровавой драмы был разработан японским разведчиком Матадзиро Акаси. Именно в его типографии задолго до кровавой трагедии были напечатаны провокационные листовки. Затем, как развивались события, сам Акаси наблюдал из Швеции. От Стокгольма до Финляндии, которая была в то время частью Российской империи, можно было пройти пешком по льду. И таким образом Акаси находился в непосредственной близости, недалеко от России. Кровавое воскресенье должно всколыхнуть волну народного гнева и развязать революцию. Таков план японского разведчика. Только тогда страна восходящего солнца сможет одержать окончательную победу в войне с Россией. Япония была по сравнению с Россией очень слабая, и ей нужен был блицкрих. Ну, а Россия пока подтягивала войска, это же расстояние. И Куропаткин-то, он был достаточно талантливый военностальник, командующий Квандусской армией, он предлагал побольше сосредоточить войск, стянуть, потому что мало сил, и потом нанести удар. Незадолго до Кровавого воскресенья, акции, спланированные заранее, Акаси выходит на ключевую фигуру русской революции, Владимира Ленина. Сегодня уже не секрет, что будущего вождя пролетариата поддерживали спецслужбы Германии. Однако, только сейчас историкам удалось выяснить, у русских революционеров были и другие спонсоры, японцы. Они щедро финансировали любые акции, направленные на свержение царского режима в России. Революция – вот их главная цель. Ведь это возможность победить в затянувшейся войне. Историки утверждают, по планам японской разведки свергнуть царя должны были в 1905 году, на 12 лет раньше, чем это произошло. И главным помощником японцев в организации революции в России стал Владимир Ленин. Ленин сразу получает 50 тысяч иен. По тем временам это очень большие деньги. И начинает выпускать газету «Вперед». Кстати, вы можете почитать работы Ленина тех времен, где он так и говорит, что наша цель – это поражение правительства в войне. Но полковник Акаси понимает, провокационные листовки и оппозиционные газеты революцию не сделают. Нужно оружие. И тогда спецслужбы Японии разрабатывают план поставок в Россию трех тысяч револьверов «Веблей», десяти тысяч винтовок Ветерли. Всего на сумму в один миллион иен. Бешеные деньги. Все оружие закупают в Гамбурге и переправляют в Финляндию через Балтийское море. Затем контрабанда должна поступить в Петербург. Раздать оружие японцы планируют накануне Кровавого Воскресения. По плану Акаси демонстранты, возмущенные расстрелом мирной толпы, поднимут вооруженные восстания. Много лет спустя историки выяснят, о готовящейся провокации российская жандармерия ничего не знала. И у японского разведчика Акаси получилось бы разжечь революцию. Если бы не одно «но». Судно, которое должно было доставить партию оружия в Санкт-Петербург, село на мель. И тогда Акаси снаряжает новый пароход. На этот раз он везет 8,5 тысяч винтовок в Этерли и полтора миллиона патронов. Представьте себе, вес 4,5 килограмма, полтора метра длина, 11 патронов в магазине, большой калибр 10,4 миллиметра. И все это было продано по очень низкой бросовой цене. После инцидента в Балтийском море морская стража там усилена до 11 боевых кораблей. Единственный шанс доставить оружие в Россию через Черное море. Японской разведке приходится менять планы. Снабжать оружием не петербургских, а грузинских революционеров. Это откладывает революцию в столице на несколько лет. Самая большая часть оружия была выгружена в Пути, затем в Редут Кале, затем в Сухуми и еще в небольшом местечке недалеко от Сухуми. Пограничникам удалось перехватить небольшую часть оружия, то есть примерно четвертую часть, а остальное удалось выгрузить. Партия оружия, доставленная в Россию, свое дело все-таки сделает. Самая ожесточенная революционная борьба развернется именно в тех местах, куда поступили контрабандные боеприпасы. Швейцарские винтовки будут стрелять еще на протяжении долгого времени и всплывут в самых неожиданных местах. Дойдут они и до Петербурга. Правда, свергнуть царя с их помощью революционерам не удастся. Зато Николай Второй, напуганный волнениями, не решится перебросить войска из европейской части страны на Дальний Восток, чтобы пресечь агрессию Японии. Он готов проиграть войну, лишь бы не лишиться престола. Остается добавить, что японская разведка достигла своей цели. Через полгода после кровавого воскресения Россия, раздираемая внутренними проблемами, подписала с Японией позорный мир. А легендарного японского разведчика Акаси отозвали в Токио, надо думать, для получения высокой правительственной награды. Сейчас мы уйдем на рекламу, но... Мы продолжаем рассказывать о новом оружии, которое проходит испытание. И сегодня наш рассказ о пистолете-пулемете ПП-2000. Его скорострельность 10 выстрелов в секунду, а сделан он вообще из пластмассы. Репортаж Андрея Воробьева. Это новейший пистолет-пулемет 2000. Он разработан тульскими оружейниками и предназначен для подразделений антиперрора. За одну секунду пистолет-пулемет 2000 способен выпустить 10 выстрелов и уничтожить все живое в радиусе 300 метров. По мнению экспертов, ПП-2000 первое российское вооружение, которое превосходит все европейские аналоги пистолетов-пулеметов. Высокая плотность огня в ближнем бою. Вот главное преимущество ПП-2000. Достигается оно за счет скорострельности и очень простой конструкции оружия. Чтобы обеспечить эту простоту, тульские оружейники использовали минимальное количество деталей. К примеру, чтобы разобрать или собрать ПП-2000 потребуется всего 30 секунд. Мало того, что он еще выполнен таким образом, что у него нет особо выступающих частей, и он пригоден в том числе и для скрытого ношения. Корпус ПП-2000 сделан из высокопрочной пластмассы. А значит, во-первых, пистолету-пулемету не страшна коррозия, а во-вторых, он очень легкий, меньше полутора килограммов. Для прицеливания пистолет-пулемет 2000, как и его западные аналоги, оснащен традиционными мушкой и перекидным целиком. Но у ПП-2000 есть одна особенность, которая его выгодно отличает. Патрон. К примеру, бельгийский пистолет-пулемет ФН-П-90 использует патроны калибром 5,7 мм. Немецкий HK-MP-7 стреляет патронами 4,56 мм. А российский ПП-2000 использует калибр 9 на 19 мм. Так называемый парабеллум. Переход на этот калибр, он связан для полицейских целей не сколько с бронепробитием, сколько с большим останавливающим действием. Потому что по сравнению с патроном 5,45, который просто пробивает тело в данном случае если так как бы о поражающем действии говорить, и площадь раны небольшая, то есть человек какое-то время достаточно длительно сохраняет возможность активно сопротивляться, то для калибра 9 мм больше передается энергия, и соответственно больше поражающие останавливающие действия, то при попадании человек практически сразу уже больше не может ничего сделать. Важно, что патрон выпущенный из ПП-2000 не рекошетирует, поэтому его можно использовать в операциях по освобождению заложников. Кроме обычных патронов калибром 9 мм, для ПП-2000 тульские оружейники предусмотрели возможность использовать бронебойные боеприпасы с остальным сердечником. пуля левые Такая пуля даже на расстоянии 10 метров способна пробить стальной лист толщиной 8 мм. Вот я вам показываю действие пули этого патрона по стальной пластине. Поэтому фактически пуля этого патрона пробьет любой существующий бронежилет. Тульские оружейники предусмотрели все нюансы, что сделало ПП-2000 незаменимым для спецопераций. Одно из новшеств запасной магазин на 44 патрона. Его, кстати, можно использовать еще и в качестве плечевого упора. Кроме того, он имеет складной приклад, который приводится в действие очень быстро. Мало того, при необходимости в качестве приклада может использоваться магазин на 44 патрона. Для этого необходимо приклад снять. На его место установить магазин. Вот пистолет-пулемет готов для применения с магазином на 44 патрона. Пистолет-пулемет 2000 – один из лучших на сегодняшний день представителей в своем классе. Современные материалы, актуальные характеристики стрельбы, которые позволяют вести бой с противниками в бронежилетах, а также поражать цели, находящиеся внутри автомобилей. Таким образом, все вышесказанное делает ПП-2000 в ближнем бою настоящей машиной смерти. Еще одна область применения этого образца – использование его в качестве индивидуального оружия для экипажей боевой техники. Сейчас они вооружены крупногабаритными автоматами Калашникова, что, конечно, очень неудобно. Боюсь, что понравится это изделие и представителям криминального мира, но это уже другая история. Сейчас мы уйдем на рекламу, но... Юрий Кармушин – эксперт по вопросам самообороны и безопасности, профессиональный инструктор по рукопашному бою и самообороне. Более 20 лет изучает боевые искусства и занимается исследованиями техники рукопашного боя разных стран мира. Сотрудники сил правопорядка против бандитов. Может ли милиция или полиция на равных бороться с преступниками? Что такое полицейские системы рукопашного боя? В суете мирной, обыденной жизни мы привыкаем, что есть определенные правила и законы, которые гарантируют нам безопасность. Но есть люди, живущие по другую сторону закона и всех существующих правил. Преступность – это нарушение общепринятых норм. Когда глупо ожидать благородства, жалости или сострадания. Большинство из мирных граждан не готовы к агрессии. И единственный человек, способный на равных противостоять преступникам – это сотрудник милиции. Подготовка сотрудников правоохранительных органов – это сложный процесс. Он предусматривает изучение многих необходимых дисциплин, которые помогают бороться с преступностью. Но есть один предмет, без которого немыслимо выжить в ситуации столкновения с бандитами. Это рукопашный бой. В рядах правоохранительных органов развиваются и конструируются особые приемы ведения схватки, которые в мире единоборств принято называть полицейскими системами. Свои полицейские системы есть у всех государств мира. И практически все из них в своей основе содержат национальные школы боевых искусств каждой конкретной страны. В Корее – это хапкидо, в Японии – дзюдо, в Таиланде – муай-тай. В России тоже есть своя система. В свои служебные деятельности сотрудник милиции проверяет документы. Ваши документы. Приемы рукопашного боя в правоохранительных органах имеют свои специфические особенности. И об этом лучше всего узнать у самих работников милиции. Олег, в чем состоит особенность техники рукопашного боя для сотрудников милиции? Для сотрудников милиции в первую очередь необходимо задержать правонарушителя или преступника. Невзоров Олег Анатольевич. Подполковник милиции. Старший преподаватель кафедры физической подготовки Московского университета МВД России. Мастер спорта по рукопашному бою. Значит, в данной ситуации проверяем документы. Человек выхватывает оружие. Я реагирую и выполняю техническое... Значит, с использованием расслабляющего болевого удара. На правый бок, на березовоту встать. Откуда эти приемы пришли в систему рукопашного боя правоохранительных органов? Значит, это приемы борьбы самбо. В данном случае мы выполняем рычаг руки наружу. Система самбо расшифровывается как самооборона без оружия. И хотя приемы этой борьбы включают работу с холодным и огнестрельным оружием, основа самбо — это борцовская техника, дополненная всевозможными ударами и болевыми воздействиями. Официально о создании борьбы с самбо было объявлено в 1938 году. Один из создателей самбо был Анатолий Харлампиев — легендарный человек, объединивший приемы из разных видов борьбы в одну стройную и понятную систему. Свой большой вклад в создание самбо внесли такие известные специалисты и мастера рукопашного боя, как Ощепков, Спиридонов и Ознобишин. В итоге борьба самбо поступила на вооружение в ряды правоохранительных органов и армии Советского Союза. Одним из бесспорных преимуществ борьбы самбо с самого начала явилось то, что эта система рукопашного боя объединила в себе на момент ее создания все самое лучшее, что тогда существовало в мире единоборства. Но самое важное, что этот процесс продолжается и сегодня. Самбо совершенствуется, вбирая в себя все новые и новые эффективные приемы из мира боевых искусств. Такие выдающиеся спортсмены и чемпионы, как Олег Токтаров, Федор и Александр Емельяненко, доказывают всю мощь системы самбо, побеждая своих противников. Важной особенностью систем рукопашного боя для правоохранительных органов является их доступность для женщин. В России любая женщина, сотрудник милиции в обязательном порядке, должна владеть приемами задержания преступника. Прекрасный пример. Ирина Мацур, полковник милиции. Она не только владеет техникой рукопашного боя, но и передает свой опыт будущим сотрудникам милиции. Товарищи курсанты, для сотрудников милиции может возникнуть задача задержать преступника. Мацур Ирина Анатольевна, полковник милиции, начальник кафедры физической подготовки Московского университета МВД России, мастер спорта СССР по легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации. Работают сейчас два сотрудника. Обратите внимание, насколько профессионально Ирина вместе с инструктором Олегом Невзоровым демонстрирует технику задержания. Вначале она проводит бросок противника с захватом двух ног и потом болевой прием. Прием рукопашного боя нужны сотрудникам милиции. Не только принесение службы. У меня была ситуация. Мне пришлось задерживать преступника, когда я возвращалась с работы домой. Он вырывал сумку у девушки. Возвращаясь домой с работы, Ирина Мацур стала свидетелем того, как преступник вырвал сумку у девушки. Ни минуты не раздумывая, Ирина вмешалась и, применив свои знания приемов рукопашного боя, задержала злоумышленника. Полицейские системы рукопашного боя, школы боевых искусств, различные спортивные единоборства могут быть очень похожи по технику. И действительно, у них общая история, которая берет свое начало в истории человеческой цивилизации, войн и возникновения государства. Необходимость останавливать агрессию существовала и будет существовать всегда. А интерес к науке рукопашного боя не угаснет никогда. На этом наша программа закончена. В студии был Игорь Прокопенко. До встречи в следующую субботу, как всегда, в 13.00. Редактор субтитров А.Семкин